Ну, вот здесь много говорилось о продлении жизни. Да, значит, у меня такая... Я могу говорить, наверное, несколько часов на эту тему. И у меня слайдов достаточно здесь, чтобы говорить несколько часов. Поэтому я кое-что буду так вот быстренько пробегать. И когда вот поймете, что устали и вам доело, просто скажите, я на этом доивлюсь, потому что там очень долго можно. Проблема продления жизни имеет много аспектов, включая там философские, этические, демографические, экономические, юридические и так далее. И все они важны, и о всех их стоило бы поговорить. Вот. И, в общем-то, может быть, когда-нибудь вернемся к этому и поговорим и о других аспектах. Но о всех их не имеет смысла говорить, если само все продление жизни невозможно. И поэтому мы начнем с того вопроса, возможно ли вообще продлить жизнь и что на эту тему себе считает наука. Значит, у меня маленький вопрос к аудитории. Вот кто здесь... Есть кто-то, кто имеет, скажем, высшее образование в области биологии и медицины? Один человек. А в области технических или точек наук? Больше уже. Значит, я больше буду ориентироваться на технических, хотя у меня там немножко, скорее, биологический такой аспект, но буду... Так, поехали. Первый слайд. Значит, когда речь идет о продлении жизни, очень часто люди имеют в виду вот этим борьбу с болезнью. Почему? Потому что, ну, достаточно посмотреть, о чем мы умираем. Вот здесь данные на 2005 год. Более свежих у меня нет по структуре заболеваемости, но, в общем-то, они очень мало изменились за последние несколько десятилетий. И достаточно близки в разных странах. Ну, есть страны, где там высокая смертность из-за того, что там гражданская война идет где-нибудь в Африке. Или эпидемия холеры на Гаити. А так, в общем-то... Можно так? Да, конечно. А так, в общем-то, такая структура смертности, она для более-менее благополучных стран типична. Ну, исключение России, это вот последние там несколько пунктов, которые по 2 процента. Это от случайных окравлений алкоголем. Это для других стран, как правило, он типична. От... Ну, от самоубийств бывает и больше. И от убийств тоже у нас очень высокий процент, по сравнению с, ну, скажем так, благополучными странами Запада. Но, конечно, не с там, комбик, делегающей странской войны. Итак, мы видим, что основная причина смертности больше половины. А в других странах, ну, где, в более, ну, получше и до 60 процентов, у нас там 55 процентов, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Вторая причина, это онкологические заболевания. То, что там зеленым цветом 12 процентов, то есть где-то один человек из 8 умирает от онкологических заболеваний. Ну, и дальше идут по убывающей, там болезни, желудочно-кишечная система, болезни легочные, легочные и так далее. В принципе, мы видим, что вот эти причины, то есть онкология и сердечно-сосудистые заболевания не дают, в целом, больше 2 третей вклада в смертность. И поэтому, естественно, бороться именно с ними. Дальше. Как можно бороться с заболеваниями? Ну, начиная в таком причинно-следственном порядке, сначала идет профилактика заболеваний, затем раннее выявление заболеваний, затем лечение заболеваний, ну и затем уже там похороны. Профилактика заболеваний, в принципе, здесь более-менее все знают все эти пункты, которые здесь перечислены. Ну, не все знают детали, связанные с этим пунктом. Это не очень, может быть, высокая наука, то, о чем я сейчас несколько слов не могу не сказать. Ну, это достаточно важно и это достаточно просто, потому что этим может повлиять каждый из здесь присутствующих. Значит, во-первых, отказ от курения, злобных проблем, алкоголиков и так далее. Ну, будем считать, что алкоголиков здесь нет, а вот курящих у нас в обществе очень много. В таких, в европейских странах сейчас курение практически справились, а у нас просто население будет почти все. Так вот, одна сигарета сокращает проложительную жизнь на 10-15 минут. То есть, посчитайте, насколько сокращают пачки сигарет, которые там курящие выкуривают за день, и получается, что там на 10 лет, примерно, курящие живет меньше. Так, оно, в общем-то, и есть по статистике. И, а можно спросить, а у нас кто не курит в реальной болезни здесь? Не курит? Здесь интересно, что здесь достаточно много, да, это, но это не случайная выборка. В целом, по населению, по стране, наверное, было бы ровно наоборот. Конечно. Но это и к рассекции не приводится, да, чего-то. В общем, курение – это убийца номер, если не один, то номер два нашей жизни. Не говоря здесь присутствующих. Сам масштаб вот этого, того вреда, который приносит курение, обычно он ассоциируется с раком легких, но еще целый ряд заболеваний, связанных с курением, их обычно забывают. Поэтому таким простым, не сказать, что бы легким, к сожалению, способом, как отказаться от массы от курения, мы могли бы лет на десять увеличить продолжительную жизнь в стране. Ну, правильное питание тоже понятно, только правильное питание очень часто у нас воспринимают как избегание излишнего веса, то есть голодание. Сидение на различных урезанных диетах. На самом деле, правильное питание – это полноценное питание. Потому что любая диета с ограничением состава питания, она приводит к тому, что в нашем питании чего-то не хватает. И еще один аспект такой есть, что мы сейчас очень мало движемся. Двигаемся, вот в следующих пунктах подвижного образа жизни. Мы сжигаем мало калорий, большинство там живет от дивана до машины. Соответственно, нам, чтобы восполнить эти калории, нужно меньше пищи. И это малое количество пищи не способно дать нужное количество некоторых ценных веществ. То есть нам нужно либо переедать, чтобы получить нужное количество ценных веществ, либо идти на то, чтобы принимать поливитамины, какие-то БАДы для того, чтобы обеспечить необходимое количество. К сожалению, другого пути при современном образе жизни. Ну или повести подвижный образ жизни, то есть сжигать достаточно калорий. Женщины, особенно, часто следя за весом, не доредают. На самом деле, надо следить, чтобы вес был в пределах нормального. И ни в коем случае не ниже. Нормальный какой? Ну, там несколько существует. Значит, есть такой индекс массы тела. Это масса в килограммах, поделенная на квадрат высоты в метрах. Вот, соответственно, нужно, чтобы... Считается, что недостаточна масса тела ниже 18,5. От 18,5 до 25 это нормально. Вот желательно в этом интервале быть. И даже лучше, если будет больше 25, это лучше, чем если будет меньше 18,5. И есть такая идея. По-другому. Дело в том, что у Анатолия будет подробный рассказ как раз по этому направлению. По образу жизни и так далее. Поэтому, если какие-то коммунные расчеты, или там кто-то, то-то, вот когда Анатолия будет выступать, то у меня есть исследования по образцам, по датодам. Ну, хорошо. Да, поэтому можно... Тогда я быстренько это прокручу. Значит, интеллектуально-эмоционально насыщенная жизнь оказывается, что это даже важнее, чем подвижный образ жизни. На положительной жизни. Ну, составляющая часть эмоционально насыщенной жизни, это дети и внуки. Оказывается, что родители, имеющие детей, живут дольше, чем не имеющие. А бабушки, имеющие внуков, так аж на 12 лет дольше, чем не имеющие. А почему? 12 лет. Ну, это достаточно известный факт, что если у человека нет какой-то цели в жизни, оправдания в жизни, то он живет меньше. Это... Ну, есть даже статистические исследования на эту тему, показывающие... Социологические исследования, показывающие... И если у детей, есть дети и внуки, или, в общем-то, я думаю, что примерно тот же эффект имеет интересное дело, интересная работа. Повод. Повод, да. То у человека повод. Если у человека в жизни есть такой смысл, то он живет. Ну, интересную работу не всем могут себе позволить. Детей и внуков больше. Хотя я всегда говорю, если у вас работа приносит много денег, но неинтересная, вам не нравится, лучше просите, перейдите на ту, которая приносит меньше денег, но которая вам будет интересная. Это, по крайней мере, с точки зрения продолжительности жизни, это совершенно точно оправданно. И персонализованная профилактика болезни, это... Об этом немножко будет, когда персонализованная медицина, и дальше тоже. Ну, вот я не знаю, Антон Иванович, вы про питание будете много говорить? Нет, да, немножко. Я скажу тогда нескольких слов, вот, собственно, я думаю, достаточно прочитать это, чтобы не вдаваться. Мы питаемся страшно неправильно, жители, те, кто живет в России. Вот, по данным института питания, не вкладка, вот, на том нам количество веществ, которые важны. Вот здесь, в крайней мере, слова ее избыток, они означают то, что, на самом деле, кальций и железа зачастую бывают слишком много у нас в питании. А их, в общем-то, принято добавлять во всяческие поевитамины и биологически активные добавки. И тогда, как железо, оно может вызывать атеросклероз, кальций может вызывать тоже плотненности на коктейре и тому подобное явление. То есть, вот эти два элемента я бы не рекомендовал кальций и железо, не рекомендовал бить без необходимости. То есть, если есть показания, скажем, такие, как остеопороз, то, да, конечно, кальций пить нужно. Но при этом обязательно нужно еще к нему пить витамин D3 и обязательно нужно пить магний, чтобы кальций-карин усваивался. Ну и то же самое и железо, если нет аномии, то железо пить не нужно. Если есть аномия, там, низкий гемоклобид, то нужно, но при этом следить, чтобы было некоторое количество меди, тоже не слишком большое, чтобы было достаточно количества цитинга. Поскольку вот там вот есть некоторое взаимодействие между этими веществами. Дальше. Вот по данным института питания, опять же, процент лиц с недостаточной обеспеченностью различных веществами. Вот видно, что до 100% некоторые вещества недополучают. Дальше. Вот то же самое по конкретному веществу Силену. Одно из важнейших для продолжительности жизни веществ по разным территориям. Видно, что по многим территориям, включая город Москву, 100% недополучают Силену. Это, в общем-то, достаточно давно этот факт известен, что население России катастрофически не получает Силену. Еще в 94-м году Минздрав тогда же не принял решение об устранении дефицита Силена. Ну и где он этот Силену, в общем-то, Силена или не там. Почему в Сахалинской области так хорошо? А там едят много морепродуктов. Это практически три исключения. Это Камчатка, Сахалинская область и Приморский край, где порядка половины, хотя бы население, получает достаточно количества Силен. Во всех остальных, если не так, дальше. Диагностика. После того, как мы поборолись, провели профилактику заболеваний, нужно выявить заболевание, если оно появилось на желательно ранней стадии. Особенно это относится, например, к оркологическим заболеваниям. Ну, для тех, кто имеет техническое образование, понятно, что вот появилась раковая клетка, потом, скажем, через сколько-то месяцев выросла в миллион раз. Это появилось образование, может быть, миллиметрового размера. Если оно на кожу, то еще можно заметить, если не на кожу, то нельзя. Потом еще в тысячу раз возросла, появилась сантиметрового размера. Это уже можно где-то заметить, а если внутри коронов, то тоже трудно. Потом еще во столько же раз возросла, и это уже здоровенный опухоль, и человек уже гибнет. То есть вот период между тем, когда опухоль становится заметной, и тем, когда опухоль... и наступление смерти, он в несколько раз меньше, чем период между появлением, собственно, опухоли и тем, когда она становится заметной. Вот на этом большом периоде уже можно ее диагностировать. Дальше на этом периоде раковых клеток пока мало, и мала вероятность петостазов. Поэтому, если вовремя диагностировать раковую опухоль, то обычно это простая операция и высокий процент выживательности. Если на поздних стадиях, особенно если начать ее лечить там методами, там, ну, не знаю, стоит ли называть людей, но, различных шарлатанов, ну, пожалуй, можно. Свияшева такая есть. Есть, ну, различные экстрасенсы, типа Джона Давидашвили, которые очень хорошо умеют убедить человека, что ему стало лучше, но потом он все равно умирает. Ну, и ряд других есть, которые, там, лечат рак очищением, лечат рак, там, противоглистными препаратами, чем угодно. Ну, и к тому времени, когда становится ясно, что уже не помогает, то удалять опухоль уже поздно, она неоперальная. Так вот, для того, чтобы делать диагностику на ранних стадиях, существует много методов. Обычно считается, что это дорогие методы, типа компьютерной томографии, там, полимеразная цепная реакция, в общем, но вот здесь чик, который делается на простой бумаге. То есть это плотная такая бумажка, стоит он, ну, буквально копейки. То есть даже не доллары, а центы. Вот сюда, ну, чипы разные, думаю, этот, вот, по-моему, конкретный на туберкулез здесь изображен. Но есть такие, что онтологические заболевания, на различные генетические отклонениях много сейчас. Вот они только появились, это совсем недавно, их разработали так, чтобы они были доступны даже для стран, развивающиеся мир, типа Африки. Поэтому вот там туберкулез как раз и актуален. Вот сюда множится капелька мочи, или капелька крови, или капелька слюны, зависит от того, какой конкретный чип. И после этого его изображение можно сфотографировать то с телефоном мобильным и отправить врачу. И врач определит, есть ли у этого человека туберкулез или соответствующее онкологическое заболевание. То есть вот методы диагностики сейчас от очень дорогих есть до предельно дешёвых и недоступных. Как этот метод называется? Этот метод как называется? Ну это биочип, в общем-то. Лаба на чип, лаборатория на чипе. Я даже не знаю, ну вот есть такая микрофлюидика, то есть вот это работа на чипах с редисцией, вот конкретно этот чип, он разработка от WightSight Web, фирмы лаборатория WightSight. Ну а сам метод он специального названия, наверное, не имеет. В России этого нет пока? Нет, это пока вот буквально на днях только они опубликовали, показали свои чипы. В прошлом году я была в Дагурии, и мы приходили к Питникову, где диагностировали когда-то H1 на день. И там тоже через шок, где-то стел, там специальное отделение, оставляешь свои мунили, и кровь, и молча. И в такое-то время, если человек болен, он не появляется, просто его даже отнение не видит, то есть он идет в лабораторию, и уже с опытом тренинг. То есть это вот театнек, которые в прошлом году привыкли. Да, в общем-то, в общем, уже существует, это стоит совершенно копейки и вполне доступно. Дальше. В принципе, заболевание приводит так или иначе к поражению технических органов. И вот как уже здесь говорилось, что вот можно копить денег и себе купить, заменить все органы. Ну, пока это может быть не так просто, но действительно, в общем-то, современное состояние науки позволяет, если не заменять все органы, то надеяться на то, что все или почти все органы могут быть заменены или отремонтированы. Существует несколько подходов к тому, как можно восстановить утерянный или поврежденный в результате заболевания орган. Вот они здесь перечислены. Я думаю, сейчас очень коротко отвечу дальше. Трансплантацию органов, ну, все достаточно хорошо знают. Это с 50-х годов, 50-е годы, первая трансплантация почки была проведена, в 60-е годы трансплантация сердца уже. То есть этот метод хорошо отработан, но он имеет ряд недостатков, остро и нехватно зонорских органов, сложность доставки органов, потому что орган должен подходить и иногда его нужно везти через полмира на самолете, сложность текстовый характер операции, соответственно, когда проявляется подходящий для пересадки органов, нужно срочно, пациента не успевают готовить, тащить на операционный стол, независимо от того, успел он там поесть или не успел перед операцией. Реакция отторжения, то, что очень трудно подобрать орган так, чтобы совсем не было отторжения иммунной системой пациента и приходится использовать подавляющий иммунитет препараты, а это чревато, соответственно, тем, что снижается его защита от инфекционных заболеваний и от онкологических. Обратная сторона болезни – трансплант против хозяева, то есть если орган сам содержит иммунные клетки, то они могут воспринимать организм пациента как чужой и начинают его атаковать, и, в общем, тоже приводит, в том числе, и к смертным случаям. Возможность занесения инфекции, когда появляется орган подкалечивания трансплантации, обычно просто нет времени его толком проверить на зараженных всеми возможными вирусами и бактериями, и поэтому достаточно высокий процент переноса вирусов при трансплантации органа. Есть интересный метод ценно-трансплантации – это пересадка человеку органов животных, которая позволит выращивать орган с нуждой времени, но она пока не вышла за рамки яичных экспериментов. То есть перспективы летом метод на трансплантацию органов хорошие, только в случае, если будут возможно создать банки донорских органов. Так, вот так, он там перевернулся. Может, да? Следующий упомянутый метод протезирования – это наиболее древние способы замены органов. Вот здесь показана так называемая рука Герца фон Берлихингена, которая изготовлена в XIV веке, которая способна была захватывать предметы. Так же, вот, ну, с тех пор протезирование ушло довольно далеко вперед. Вперед на фон. Вот примеры современных протезов конечностей, которые позволяют бегать, и в том числе, вот, слены олимпийской команды Южно-Африканской Республики. Мы видим, вот, девушка из Новых Зландий – плавчиха. Она предпочла себе протезы, которые позволяют ей плавать. Дальше. Протезы рук позволяют совершать тонкие операции, захватывать предметы современные, причем они имеют обратную связь, то есть они передают ощущение связания. Дальше. Протезы глаз позволяют, ну, не так пока, конечно, как нормально глаза видят, но позволяют. Они существуют, достаточно много типов уже протезов глаз. Большинство из них включают видеокамеру, которая помещается на очках, и изображение передается в здесь линейку. Дальше. Ну, вот есть и импланты, которые вживляются прямо в тело глаза, и позволяют, ну, там 38 на 40 пикселей, то есть полторы тысячи пикселей, понятно, что это довольно плохое разрешение, по сомневаюсь, нормально, но тем не менее, вот, позволяет даже прочитать, там, написанное крупным букмой слово. А вот не всем, а только наиболее удачным, в которых наиболее удачным пришлось. Ну, вот, понятно, что это все же намного лучше, чем полная слипота. Дальше. В протезы идеология протезирования достаточно быстро развивается, в частности, в Соединенных Штатах военным ведомствам разрабатывается программа создания протезов, которые смогут воспринимать температуру, давление, напряжение, ну, как бы, выше своих, выверять точное движение, прилагаемую силу, и, в принципе, задачу они поставили ни более, ни менее, чтобы военнослужащий, там, потерявший руку или ногу, мог продолжать оставаться в строю с таким протезом. Ну, вот, захочет он или нет оставаться в строю, это отдельный вопрос, но, в общем, пусть такая задача американцы перед собой ставят, и выглядит она достаточно реальной. Ну, если вспомнить, что так же, что существуют протезы почек, протезы печени, протезы сердца, пока, может быть, на достаточно не очень эффективной, но существует, то мы видим, что почти все тело может быть заменено теми или иными протезными органами, если не в ближайшем там действии, то в некой перспективе. Дальше. А вот интересная работа по протезу головного мозга. Вот, казалось бы, все можно заменить, кроме головного мозга, но вот есть группа, которая работает над протезом, если не всего головного мозга, то одного из его отделов, так называемого гиппокаппы. Этот отдел играет важную роль при формировании долговременной памяти, то есть при переносе информации из кратковременной памяти нашей, ну, вот сегодняшней, в долговременную. И у людей с повреждением гиппокаппа по той или иной причине, там, в результате травмы или заболевания какого-то, нарушается формирование долговременной памяти. То есть они помнят, что было сегодня, но не помнят или не помнят, что было вчера. Вот, с одной стороны, может быть, это и приятно так жить, но люди, в общем-то, страдают и хотят иметь полную память. И вот такой протез гиппокаппа, то есть микросхема некая с достаточно большим количеством входов и выходов по мозге разработчиков должна эту проблему решить. Ну, получится, не получится, увидим. Но сам по себе фаст, что уже и отделы головного мозга отдельно расплатываются как подлежащие протезированию, достаточно показатель. Дальше. Ну, да, достоинство протезирования органов, это гибкость и то, что хорошо отработано их, с, там, временем древней грицы, древнего Египта. Недостатки пока протезы, как правило, уступают естественным органам. И перспективы, как я уже говорил, очень хорошие, но не в ближайшие 10 лет. Дальше. Регенерация органов. Регенерация достаточно распространена в животном мире, то есть некоторые животные умеют отращивать потерянные хвосты, лапы и так далее. В принципе, есть и регенерация у человека. То есть регенерация кожи, регенерация волос, которые, мы знаем, постоянно выпадают и вырастают новые, регенерация эпителия кишечника, но и только. Более сложные органы, регенерация у человека практически неизвестна. Ну, за исключением вот некоторых отдельных... Да, печень. Печень хорошо регенерирует. Это единственный пример органов, которые способны к хорошей регенерации. Но есть примеры, эпизоды, скажем так, случаи, когда у отдельных людей регенерировались, ну, нестандартно большие куски тела. Ну, обычные кончики пальцев. Вот здесь пример такого случая, когда 69-летний пациент потерял паланку пальца, полтора сантиметра, и у него она отрасла заново, плечом пальца восстановилась полностью, включая ногу теопопиллярной линии. То есть целиком восстановилась структура, достаточно сложная структура вот паланки пальца. При этом использовался некий порошок в матрисце, который состоит, изготовляется из эпителия мочевого пузыря свиньи, и который показывает, что он хорошо способствует заживлению ран и ожогов. Поэтому этому пациенту им присыпали палец, не ожидая, конечно, что он регенерирует, но он регенерировал. Но нужно сказать, что в случае регенерации вот таких вот, там, концов пальцев, или есть некоторая, когда там часть уха регенерировала, такие полулегендарные случаи, это единичные. Видимо, это индивидуальная предрасположенность. Даже с использованием этого вот парашка матриста, других случаев регенерации как хаичность не было отмечено. Ну и регенерации более сложных структур также отмечено не было. Поэтому регенерация при всей вот интересности этого метода, вот очень хотелось бы, конечно, чтобы у нас если что-то потеряли, там, почку или легкое, или руку, чтобы можно было просто отрастить заново внутри себя. Вот это пока, ну, скажем так, без внешней хирургической помощи пока не отвечает. Дальше. Клеточная трансплантация. Вот здесь упоминалось о стволовых клетках и говорилось о том, что вот это вот была некая такая вот сенсация, а потом вроде как оказалось, что это дутая сенсация. На самом деле сенсация, конечно, не дутая. И другое дело, что на волне этой сенсации вылезло огромное количество всяческих, там, медицинских центров и салонов красоты, которые неизвестно что кололи, неизвестно кому. И получали соответствующие результаты. На самом деле столовые клетки это вполне эффективный метод. Использование, он может использоваться в двух вариантах. Может использоваться для терапии некоторого органа или части органа, или может использоваться для выращивания нового органа. О выращивании мы поговорим чуть позже. Использование терапии. Ну вот пример такого органа, который эффективно удается восстанавливать с помощью столовых клеток, это сердце, пораженное инфарктом. При инфаркте, инфаркт это, в общем-то, тромбоз сосудов. И если отрывается тромб, например, терциклеротическая бляшка, она запоривает сосуд, участок сердечной мышцы перестает получать кровотнабжение, кислород и питательные вещества. В результате образуется зона никоза. Она отражена в зону такой переходной полутеней, или, как ее называют, где часть клеток гибнет, часть остается живой. И еще более широкой зоной ишемии, где клетки, в общем-то, выживают, но все равно страдают от недостатка кровотнабжения. В зону никоза обычно уже поздно колоть сколовные клетки, а в зону полутеней и зону ишемии имеет смысл их обкалывать сколовными клетками, и результаты действительно получают замечательные. Нужно сказать, что единственный недостаток, это то, что воспроизводимость плохая. А почему-то у одних людей эта терапия показывает результаты, там, корича с чудом, у других, ну, наблюдаются улучшения, но не очень значительные. Столовые клетки используются разные, и существуют разные источники столовых клеток, как собственные, так и донорские. Донорские, они так же, как и органы при пересадке, они отторгаются иммунной системой организма. И тем не менее, они дают очень хороший результат. Например, вот используются фитальные клетки, которые получают из абортивного материала. Это вызывает большие этические возражения использования таких клеток. Но, тем не менее, медицинские результаты их, ну, иногда вот реально, граничит с чудом. В том числе при обколе зоны инфаркта и при целом ряде других заболеваний, при дискофии сетчатки глаза, при циррозе печени, при самых разных заболеваниях. Фитальные, это полученные из плода. В данном случае при обороне остается материал абортивный, то есть и, ну, его можно, так сказать, сжечь или там выбросить, в некоторых случаях из него получают столовые клетки и используют. Почему это действует? Вроде бы они чужие, они должны отторгнуться. Видимо, эти клетки, ну, во-первых, пока клетки столовые не отторгаются. Они отторгаются уже после, когда они дифференцируют в клетки того или иного. И тогда они определяются иммунной системой как чужие. И, соответственно, какое-то время они в организме существуют. Донорские, не обязательно фитальные. Там, если от взрослого донора, там, скажем, пересадка костного мозга, это, в общем-то, то же самое пересадка донорских клеток. В какое-то время они существуют, не отторгаясь. Ну, считается, что порядка полугода в среднем. Хотя это очень сильно зависит от того, насколько отличается вот гистологический статус донора и эспирента. Есть такой комплекс гистесовместимости, ну, что-то похожее на губы крови, только там гораздо больше градаций. Вот насколько сильно по этому комплексу гистесовместимости они отличаются. Если близко, то приживаемость достаточно хорошая. Если не очень, то плохая. Ну, вот, порядка полугода, они, тем не менее, существуют, где-то окончательно отторгаются. И за это время, видимо, организм своими силами уже, не торопясь без необходимости, вот, быстро мобилизовать свои ресурсы, он восстанавливает и залечивает эту зону. Другой механизм, видимо, то, что стволовые клетки выделяют какие-то сигнальные вещества, которые стимулируют собственные стволовые клетки организма. И опять же, он, возможно, собственными стволовыми клетками залечен. То есть, вот это два вероятность механизма действия донорских стволовых клеток, которые, хотя отторгаются, но совершенно определенный лечебный эффект производят. Ну, и в некоторых случаях они и переживают. То есть, известно, что есть иммунопривилегированные зоны, такие как, там, головной мозг, глаз, куда переживают, в том числе и чужие клетки. Там не действует иммунная система, соответственно, например, при дистрофии сетчатки, очень хороший результат получается тоже при вкалывании стволовых клеток донорских, и они приживаются, они не отторгаются. Ну, и в печени почему-то. Хотя печень, она не является иммунопривилегированным органом, но почему-то в ней клетки донорские хотят приживаться. Вот, ну, достоинства использования терапии стволовыми клетками относительно простота, высокая эффективность в ряде случаев, как я уже говорил, не всегда. Недостатки, то, что орган, который обкалывается стволовыми клетками, он должен быть все-таки функционален, то есть если совсем уж разрушенный и поврежден орган, то эффекта не будет. Не очень высокая повторимость результатов, даже при использовании собственных стволовых клеток, не только что донорских, иногда есть хорошо это, или иногда нет. Ну, и вот, то, что я говорил, это этические проблемы при использовании эмбриональных и фитальных клеток. Это вызывает в обществе большие протесты, в частности, со стороны религиозных организаций, особенно они воюют с использованием эмбриональных и фитальных клеток. Эмбриональные, это получили из эмбриона на самых храних стадиях. Вот чем хороши эмбриональные? Во-первых, они плюрипатентны, то есть из них любые клетки можно получить, и, соответственно, любые органы. И второе, что эмбриональные клетки, если их получить, ну, скажем, методом терапевтического клонирования, то они можно получить идентичные клеткам пациента, и они не будут отторгаться. Но такое терапевтическое клонирование, оно также встречает достаточно большое сопротивление, и в России, в частности, сейчас рассматриваются сразу два закона проекта. Закон о биомедицинских технологиях, о биомедицинских клетчих технологиях, как это называется, и второй закон о здравоохранении в Российской Федерации, в которых любое клонирование, в том числе и терапевтическое, просто и без всяких условий запрещено. Игорь, а вот различные центры, клиники, специалисты, которые говорят о необходимости вкалывания, да, стуловых клеток для омолаживания организма. Сейчас мы говорим о терапевтическом характере, да? Насколько это все серьезно, несерьезно, шарлатанство или нет? Шарлатанство или нет, это больше зависит от конкретного центра, и, скорее всего, большинство шарлатанов. В принципе, это скорее не по этой части, я сейчас говорю о борьбе с конкретными болезнями, о старении я буду говорить чуть позже. Но да, эффект наблюдается, в частности, при использовании тех же фитальных клеток, достаточно эффективные, наблюдают, что там тоже продолжается, где-то, может быть, те же полгода, постепенно сходя на нет, но если раз в полгода повторять процедуры, у нас очень многие сейчас в России, ну, как это сказать, они себя называют звездами, ну, так сказать, медийные лица, там, различные женщины, особенно актрисы, певицы, там, используют вот такие вот регулярные инъекции из столовых клеток, особенно это не пропагандируем, и поэтому ноги вот выглядят достаточно молодо. Вот если вы посмотрите на какую-нибудь там звезду еще 60-х годов, которая и сейчас вроде там достаточно хорошо выглядит, то с высокой вероятностью она этот метод использует. Ну, этические, естественно, проблемы те же самые, что и здесь. То есть, ну, не хочешь использовать там обратимый материал, ну, имеешь право. Вот перспективы развития этого метода очень хорошие, при условии сохранности собственного органа, и есть возможность использования собственных клеток. Вот это вот дальше вы видите. Значит, по версии журнала Science, главным открытием 2008 года это явились так называемые индуцированные припотребительные столовые клетки. Это клетки, которые могут быть получены из обычных клеток взрослых человека, которые определенными воздействиями могут быть перепрограммированы и преобразованы в плюрипотребительные столовые клетки, то есть аналогичные мрянамы, из которых можно вырастить уже любую другую, любой другой тип клеток, любую другую ткань. И, соответственно, если эта технология будет доведена до ума, то есть будет достаточно безопасный и достаточно эффективный способ получения таких клеток, то мы получим из точек столовых клеток, из просто клеток кожи, например, фибропластов, из клеток крови, из клеток жировой ткани, от которых многие хотели бы, наоборот, избавиться, сделать из них плюрипотентные столовые клетки, без всякого терапевтического планирования, которые не будут отторгаться организмом, из которых можно вырастить там уже более-менее все что угодно. Сейчас в мире огромное число губ ученых работает в этом направлении, то есть вот с 2008 года взрывообразно развивалось это направление, в том числе в России, достигнуты огромной успехи, ну, в основном, надо сказать, на животных, потому что эксперименты пока большая часть идет на животных, на животных вплоть до выращивания там сегмента кишечника, скажем, то есть отдельных органов или чтей органов из индуцированных клеток уже сделаны. И на человеке также индуцированные плюрипотентные клетки получены. Сейчас разрабатываются методы, которые позволят их безопасно получать. Просто те, которые первоначально использовались, они содержали некоторое опасное злокачественное перерождение этих клеток. Но сейчас достаточно много из подходов, которые позволят обойтись без вот того мешать эстрогеном, который нес в себе эту опасность. Если удастся обойти, а судя по тому, сколько народу в этом направлении работает, то трудно себе представить, что хоть по какому пути это не удалось бы, то я думаю, что с большой вероятностью в течение наступившего десятилетия будет достигнуто получение плюрипотентных столовых клеток. Может быть, и этим методом есть еще некоторые другие варианты из собственного организма уже взрослого человека с тем, чтобы использовать их для ответственной терапии или, о чем пойдет речь и дальше сейчас, для выращивания органов. Дальше. Выращивание искусственных органов. Существует несколько подходов к выращиванию искусственных органов. Это имитация естественного органогенеза. Это выращивание органов, так как он выращивается у плодов при беременности. Это тридеритография, так называемая. Выращивание органов на искусственной матрице, на донорском матрице и в снеггинной выращивании органов. Пример выращивания зуба. Это пока животное, на мышах было проделано, но в Японии создали из двух типов клеток, которые, ну, тоже сколовый, в общем-то, небольшой шарик, который использовали в качестве зародыша зуба, его поместили в лунку, из которой зуб предварительно удалили под наркозом, и там сформировался нормальный, похожий по форме на тот зуб, который должен был в этом месте и образоваться. То есть, вот, пастер взял и вырос на лунку. Ну вот, естественным образом, тоже я уже упоминал, из индуцированных клеток мыши выращен сегмент кишечник, который показал все функции, которые для кишечника положены, включая там перистальтику, который содержал все необходимые клетки, включая там нервные клетки, нейроны. И это, кстати, большая проблема всегда при трансплантации органов. Например, то, что они не иннервированы, в них нет связи с организмом, это приводит к их дегенерации. Здесь вот можно выращивать нервные клетки. Дальше. Выращивание ткани головного мозга тоже, в общем, имитирует церковские условия, которые существуют в эмбриональном развитии. И из эмбриональных сколовых клеток удалось образовать куча кусок диаметкани соответствует примерно 7-8 неделе развития эмбриона. И в планах развития соответствующих карьеров взрослого человека. Зачем это нужно? В ряде случаев при инсультах, при травмах головного мозга, при некоторых заболеваниях часть мозга теряется. Мозг, в общем-то, очень пластичный у нас. И у нас соседние участки мозга берут функции того, который проражен. Хотя всегда, конечно, что-то при этом теряется, какие-то нарушения речи, может быть, человек начинает говорить, но уже не так связан, например, или что-то еще. Вот если на место поражения поместить новую свежую нервную ткань, да еще не отторгаемую, хотя, в принципе, мозги она и так не отторгается, то есть достаточно большая надежда, что она там приживется и в силу вот той самой пластичности возьмет на себя те функции, которые были утеряны при травме или в инсультах. Дальше. 3D-ритография. Очень простая идея. Ну, как струнный принтер, как вы устроены, вы все знаете. Вот если струнный принтер вместо чернила заполнить суспензиями разных клеток и слой за слоем печатать просто множный уровень. Ну, 3D это, потому что он тверхмерный. В принципе, 3D-ритография достаточно известна, когда слой за слоем можно печатать, например, какую-то пластмассовую деталь. А если заправится спензия клеток в твердеющем келе, то можно печатать органы. Ну, пока относительно простые органы сейчас печатают, такие как кровеносные сосуды, но уже, в общем, печатают и существуют даже коммерческие версии таких принтеров. Дальше. Вот, например, принтер, который тоже уже коммерческого для печати кожи на месте ожога, чтобы слой за слоем распечатать нужные слои кожи. Дальше. Сбор органов из кубиков, ну, несколько похожие тоже. Делаются гелевые кубики, содержащие суспензию нужных клеток, и из них соединяются нужную форму для того, чтобы получить нужную форму. Дальше. Выращивание органов на матриксах. Матрикс, значит, все ткани наши, ну, твердые ткани, солидые ткани, они состоят из клеток и межклеточного матрикса, который, в любом случае, большую часть массы составляет ткани. Матрикс – это такие строительные леса, на которых клетки сами собирают, как вот рабочие строительные леса, и потом на них работают и живут. Кроме того, по матриксу клетки определяют, где они находятся очень часто, и по микроскультуре матрикса. Ну, вот, например, матрикс кости состоит из гидроксиапатита. Ну, вернее, включает большой риск гидроксиапатита и белков. Вот, если создать эту кунано-скруктурированную ткань, ну, не ткань, а структуру из гидроксиапатита и поместить на нее клетки, то они понимают, что они находятся в костной ткани, они там закрепляются, начинают преобразовываться в остеоциты, то есть клетки костной ткани, формируется костная ткань. Дальше. Ну, вот, например, еще один похожий тоже, когда матрикс зуба, который просто вставляется на место, и собственные стволовые клетки мигрируют, и челюсть из стволовых клеток была выращена на таком матриксе в животе пациента Дальше. Вот пример тоже на искусственном матриксе. В данном случае использовался матрикс из кулагена. Человеческое ухо было выращено на спине мышь, и мышь использовалась иммунодефицитная, пристреченная собственной иммунной системы для того, чтобы фажеродная ткань не отторгалась. Ну и после этого такое ухо теоретически может быть пересажено, скажем, человеку. Дальше. Дальше мы переходим к уже донорскому матриксу. Донорский матрикс используется в случае человека, как правило, берется от трупа, в случае животного, может быть там одно животное забито, и его матрикс используется для выращивания органов другого животного. Матрикс сначала отмывается от клеток, то есть остается чисто вот белковая структура без клеток, при этом он не вызывает отторжения. Иммунная реакция отторжения найдет на клетке. Соответственно, на чужой матрикс, и даже на матриксе, если взять матрикс животного другого вида, то отторжения не будет. И, соответственно, на этот матрикс, если поместить клетки, то они по микроструктуре матрикса определяют, где они находятся, встроятся туда и начнут формировать более-менее полноценный орган. В экспериментах на животных таким образом удалось сформировать уже, например, крысиные сердца. И сейчас ведутся научные работы по целому ряду других органов, таких как почек, печень, типа желудочная железа и другие. А также органы более крупных животных, ну, например, чтобы взять свиной матрикс какого-то органа, того же, скажем, сердца, а населить его клетками человека, причем самого пациента, например, теми же индуцированными клетками. И после этого это сердце может будет приживить этому человеку, но по размеру будет примерно такое же. Оторгаться оно не будет, потому что клетки будут свои. И, предположительно, этот образцовер может будет трансплантировать вместо добрых складов. Дальше. Ну, вот еще несколько примеров органов, которые выращивали нашу вот кертодоновскую матрикс. Это печень, выращенная у мыши, артеры на крысах, на крысах, прошу прощения. Вполне полноценна. Видно, что структура кровенозных сосудов совершенно идентична нормальной печени. Дальше. Вот легкие тоже на крысах выращивали, но там пока не совсем полноценны. У них начались протечения и трансплозы, но более-менее понятно, почему это. И, в общем, вероятно, можно будет добиться, что будут выращены полноценные легкие дальше. Человеческая печень пока выращена небольшая, миниатюрная, порядка сантиметра, если я не ошибаюсь, в размере. Просто чем больше орган, тем труднее его выращивать, обеспечивать его стабжение в процессе выращивания. Когда растет плод во время беременности, то органы сначала маленькие, а потом вырастают. А если мы возьмем сразу большой матрикс и попытаемся его населить клетками, то достаточно сложно его оснабдить кислородом и питательными веществами. Ну, эти проблемы тоже как-то решаются, но, во всяком случае, пока достаточно гораздо проще вырастить маленькую человеческую печень. В принципе, если вырастить, ну скажем, взять, ну не знаю, 10 или больше матриксов, ну если не крысиных, то там кроличьих, скажем, и заселить их человеческими клетками, то вполне будет 10 маленьких печеней, которые, может быть, справятся с функциями одной большой человеческой печени. Дальше. Вот некая гордость наша. Это операция, которая недавно была проведена Павлом Аккерини. Здесь огромную роль сыграл Михаил Платин, вот последний здесь человек дальний от меня. Это руководитель этого центра, в котором мы все находимся сейчас, который создал фонд «Наука за продление жизни». И из денег этого фонда, который его же, в общем-то, личные деньги, которым он же и внес, оплатил всю эту операцию, затратил больше 200 тысяч евро на приезд знаменитого хирурга Павла Материни на закупку всех необходимых веществ. И в результате спас жизнь вот этой вот невысокой девушки, которая там изображена. Девушка попала в автокатастрофу, у нее была повреждена трахея, обычными способами ей не удавалось трахею восстановить. И хирург Павлом Акерини, который средний, вот там в сером костюме стоит, провела, ну, это одна из первых вообще в мире и первая в России операция по выращиванию трахеи прямо в организме пациента. При этом использовался также донорский матрикс, ну, в данном случае трупный, который был отмыт от клеток, от собственных клеток донора. Дальше был обработан определенными ростовыми факторами, которые должны были направить клетки в нужную сторону. Дальше он был заселен стволовыми клетками, которые были взяты из костного мозга самой пациентки. На внутренней поверхности щеки его были нанесены эпителиальные клетки дыхательных путей, которые тоже должны были там размножаться. Это все было ей вшито, пересажено и очень быстро, я не помню, через две недели, по-моему, ее выписали, как-то фантастически быстро у нее сформировалась уже функционирующая трахея, выросла и пациентку выписали. Вот такой замечательный пример, что, ну вот, хотя я непосредственно в организации этого никак не участвовал, но горжусь тем, что вот каким-то боком, может быть, Михаила, ну, познакомил там нужных людей с нужными людьми и каким-то образом способствовал тому, что эта операция стала возможной. Дальше. Ну, вот возможно также восстановление нервной тканей, ну давайте это проходим сейчас без деталей, для следующего. Вот здесь тоже примеры того, как нервная ткань восстанавливается, и перейдем к очень интересному варианту, это ксеногенное выращивание органов. Ну, в принципе, вот та уха, которая на мыши выращивалась, это тоже ксеногенное, значит, ксенос – это чужой по-гречески, ксеногенный – это в организме чужого вида. Вот здесь пример эксперимента по выращиванию поджелудочной железы крысы в организме мыши. То есть достаточно отдаленные виды, даже не разные виды мышей, не разные виды крыс, а вот крыс и мышь – достаточно отдаленные животные, и в одном из них удалось вырастить поджелудочную железу, полноценную поджелудочную железу другого. Если удастся перенести на более крупные организмы, то вполне возможно, что какие-то органы человека можно будет выращивать в организме свиньи, например, то есть примерно такого же размера органы, и после этого пересаживать их к пациенту. И тогда, может быть, не торопясь, ну, может быть, не в экстренном порядке, но не торопясь подготовить пациента и пересадить ему выращенный из его собственных клеток орган, выращенный в организме, скажем так. Игорь, а вот по современной практике, сколько времени проходит от того, что, можно сказать, что эксперименты крыс и мышах оказались успешными до момента, когда начинаешь выделять ли человек? Достаточно по-разному, к сожалению, очень долго. Очень большие юридические нормы. Это вот основное, да? Я могу сказать, что привести, о котором рассказывал сыновистного. В Америке... Десять лет. ...направить мальчика, там что-то, кое-что обостроили, да, за сердце. Ну, вот, привезли, мальчик умирает, врач решили пересадить в силовой клетке. Мальчик выявил, встретился, ранее 3 года, и есть на применение, нет, до которого его встретил официально. То есть, кроме того, что мальчик, у вас еще один заработали. Они вообще прибыли. Ну, вот, к сожалению, действительно, в Соединенных Штатах чрезвычайно строгие законодательные нормы. Вот, на введение нового лекарства, уже разработанного, то есть оно уже разработано, уже опробовано, чтобы вывести его на рынок, ну, провести все 100 испытаний. То есть, не считая разработку, только на вывод на рынок, уходит 10 лет и миллиард долларов, в среднем, естественно, нового лекарства. Вот, ну, примерно так же, на любую другую технологию уходит через, ну, правда, на этой стадии клинические испытания уже идут. То есть, людей уже лечат, но это еще считается экспериментальной методикой, и она еще не допущена в широкую клинику. Вот, если вернуться к операции, вот, которую делал Макиарини, вот, в России сейчас Минздрав дал разрешение на 10 таких операций. Хотя вот в мире уже несколько операций сделал, но вот, причем достаточно сложно было выбить это разрешение. Несмотря на то, что вот людей спасать, которые, ну, очевидно, что они умрут, если им это не сделать. То есть, ни другого выбора просто нет. Вот, после очень долгой борьбы удалось выбить разрешение на 10 операций. Когда это будет допущено в широкую медицинскую практику, когда это станет доступно в любой, там, клинике с хорошей операционной, ну, бог его знает. Хотя у нас, в общем, с этим, конечно, больше, чем в Америке, но все равно тоже бюрократические сложности, ну, конечно, чудовищные. Игорь, а то, действительно, что тогда, может быть, вот, доктор говорит, имеет смысл открывать такие клиники в странах, где... Би-би-би-би, и они существуют там, на Барбадосе, там, в Гибралтаре. Есть такие клиники, да, и люди ездят туда лечиться столовыми шведками. В нейтральных водах? Ну, в нейтральных водах на кораблях есть, да, есть такие клиники. Насчет Абхазии я просто не знаю, какой там законодательство. Ну, Режаби говорил, да, но не знаю, знает ли Режаби, какой законодательство Абхазии. Да, но он, другое дело, что он знает все, включая президента, но... Ну, с другой стороны, в Абхазии, может быть, законодательство не так важно, законодательство, как знакомство с президентом. Ну, не везде, вот в Соединенных Штатах, вот законодательство там не шутят. Вот там вот действительно могут... Про наше пространство, постсоветство. Про наше, да, наше, да. У нас те же самые фитальные стволовые клетки, там с середины 90-х годов используют вовсю, хотя никакого разрешения на это не было. Просто вроде запрещений не было и разрешения не было. Ну, кто знает, может быть, скажем так, вот по... Ну, скажем так, сошлюсь на средства массовой информации. По данным средствам массовой информации в 96-м году инъекциями стволовых клеток удалось спасти Ельцина. Борис Николаевича, президента тогдашнего, который сделал операцию на сердце, который, в общем, начал умирать уже. У него стали легкие отказывать. И вот ему стали делать инъекции стволовых клеток и вытащили. Он прожил еще 10 лет после этого. И, в общем, большая часть этих 10 лет вполне огурцовно подвелся. Вот тоже это как раз пример того, что технология, не разрешенная, не прошедшая никаких, на которой не было полученного разрешения, у нас применялась. Вот и, кстати, именно благодаря тому, что была вот такая вот связь с президентом, с разрешением президента. Вот, ну, кристаллизованная медицина. Тоже одно из горячих направлений сейчас. Дело в том, что, ну, существует достаточно старинный принцип лечить не болезнь больного. Все люди разные, у всех разная генетика, у всех разная история жизни, все по-разному питаются, все там разные инфекции подцепляют. Олеся зачастую, вот, там, дают, болит голова и живот, вот тебе полтаблетка головы, а это полтаблетка живота, не переведут. Ну, достаточно сказать, например, что, скажем, гипертония или гипертензия, как сейчас считаете правильно говорить, она вызывается, там, известно, по-моему, больше 12 генов, известно, которые вызывают предрасположенность к гипертензии. Гипертензии, соответственно, лечить надо достаточно разными способами. Реально, если пациент приходит к врачу, ему дают, там, мочегонное, смотрят, помогло, не помогло, если не помогло, дают, там, что-то еще и так далее. Тогда, как, если бы знать дефект, в каком гене вызвал конкретное его, конкретное заболевание, то можно было бы сразу назначать правильное лечение. Более того, зная, что у него этот дефект, можно было бы буквально с детства принимать какие-то меры, чтобы он не реализовался, начиная от, там, рекомендации по образу жизни, которые тоже индивидуальны, по питанию, потому что одному, там, можно сало есть сколько угодно, а другому, там, животное жире вообще категорически противопоказано. Один на одной и той же дете он там толстеет, другой на той же дете худеет. Естественно, это надо подбирать, в том числе и по индивидуальной расположенности к терминам заболеваниям, и даже, может быть, превентивную терапию проводить заболеваний, то есть те медикаменты, которые, ну, заболевания вроде еще нет, но медикаменты уже применять стоит, чтобы его и не началось. Ну, один такой пример, есть один из генов рака груди, при котором, ну, при этом варианте, рак груди развивается, примерно, в 90% случаев уже. То есть, если этот вариант гена у женщины определяется, то, ну, просто известно, что у нее рак груди почти неизбежный, ей нужно делать профилактическую ампутацию. Поскольку он развивается обычно достаточно поздно, то можно дождаться периода, пока она вот родится столько детей, сколько она хочет и выкормит. После этого гути нужна уже в чисто декоративных целях, и можно удалить и поставить там протез. В общем, и женщины не пострадают, и дети будут выкормлены, и рак не назовется. То есть, было бы очень здорово знать, какие у нас есть предрасположенности к терминам заболеваний. В начале этого тысячелетия, в конце прошлого начале, в течение 13 лет работал проект геном человека, по которому проводилось полное сегвенирование, ну, и почти полное сегвенирование генов человека. Он занял 13 лет и обошелся в 3 миллиарда долларов. Сейчас целый ряд фильм ставит перед собой задачу добиться того, что сегвенирование индивидуального генома может быть проведено за достаточно короткое время, желательно за часы, ну, или хотя бы за дни, и по цене в пределах тысячи долларов. Считается, что это вот некий такой предел, после которого эта услуга станет коммерчески востребованной. А сейчас кто-нибудь это делает в России, нет? Я расскажу, что сейчас делают. В России делают вот это дорого. То есть, на коммерческих основаниях пока нет. В России есть, ну, некоторое количество этих самых сегвенаторов. Какой-то, кто делает дорого, можете знать. Нет, не видит генов, а часть генов? Нет, есть и полное сегвенирование. Часть генов делают, есть несколько фирм, которые делают частично сегвенированные, а те гены, которых распространены дефекты. То есть, если какой-то, и ген незначенный. То есть, просто, если есть известность в этом гене, достаточно частый дефект, который приводит к какому-то значимому заболеванию, то его стоит проверить. Вот несколько таких фирм в мире существует. В частности, в Соединенных Штатах есть квинтерсоремные мини-фирмы, которые, наверное, наиболее прагменты по этой части. У них вот такое, ну, частичное, если бы, но значимое сегвенирование стоит, Данил, сколько сейчас? 300, 250. Да, вот у них в конце года была программа, у которой за 100 долларов, может, было сегвенировать. А в России кто делает полное? В России, значит, есть в Курчатовском институте сегвенаторы. А в Курчатовском институте сегвенаторы в России никто не делает? Нет, сегвенаторы есть. Коммерческие для клиентов? Да, нет, коммерческие не делают для клиентов, это только исследовательские. А, то есть, при дозврате деньги, в России нету. Ну, вообще, я бы советовал сейчас, может быть, вот... У нас знакомые стоят, типа, саши, сегвенаторы. Да, совершенно верно. Ну, вот, коммерческих, тем не менее, услуг, насколько знаний, не оказывают. Ну, на основании, на личных отношениях, может быть, как-то и можно, не знаю, как они там к этому относятся. Ну, вот, кстати, я всем рекомендовал потратить, там, на 100 долларов или даже 250, и получить хотя бы частичное исследование своего генома. Это, там, и куча дополнительных всяких возможностей. Например, можно проследить свою генеалогию, откуда происходит, там, от варягов или от славян, или, там, от у графинов. Или от монголу-татар. Ну, и заодно дает большую информацию о вот таких имеющихся предрасположенностях. И на основе этой информации можно подбирать уже какие-то рекомендующие геномы. После этого еще будет накоплена некоторая информация о связи между разными вариантами генов и разных заболеваний, которое станет накапливаться уже взрывообразно по мере того, как будет все больше геном секвенироваться. И после этого, я думаю, это станет необходимой частью просто приличного медицинского обследования. Потому что информация, ну, скажем так, медицинская помощь человеку, у которого известны, там, все его особенности предрасположенностей, она, конечно, будет на порядок более эффективна, чем то, что делается сейчас даже в работе врачей. Продолжение следует...